Добрый вечер, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Спортклуб». Мы работаем в прямом эфире в студии Власи Сергеев и Дарья Анкехова. В первом блоке нашего сегодняшнего эфира мы будем говорить о футболе. О футболе большом, ведь уже буквально завтра якутская команда под названием «Арктика» отправляется в Биробиджан, где примет участие в первенстве Дальневосточного округа и оспорит титул с сильнейшими командами нашего округа. С большим удовольствием мы представляем вам гостей первого блока. У нас в студии главный тренер футбольного клуба «Арктика» Владимир Никитич Юрьев, а также игроки этой замечательной команды Эдуард Афанасьев и Дмитрий Покровщук. Добрый вечер! Здравствуйте! Ну и, конечно, первый вопрос будет к главному тренеру. Расскажите, пожалуйста, про грядущее мероприятие и какова география участников, и какие ставите именно цели и задачи перед нашей командой? Ну, наверное, начнем сразу с третьего, а потом потихонечку перейдем туда. Задачи, значит, мы с ребятами очень, ну, как говорится, готовились, долго к этому шли. Вот, к чемпионату, чтобы попасть на чемпионат Дальнего Востока, готовились, играли, тренировались, очень много, как говорится, и поту, и кровь пролили, двухразовые тренировки иногда были. Ребята, конечно, к этому не привыкшие, но что сделаешь? Если хотим что-то выиграть, значит, надо очень много работать. И ребята, конечно, ну, на совесть работали, никто не отказывает. Да, но у них есть свои какие-то проблемки, там, ребята уже по 20 лет, по 21, кто-то на работе, вот это пропускали тренировки, ну, мы с этим все время, как говорится, боремся. Задача, конечно, чем выше, тем лучше. И задача такая, третий ли выиграть, ну, это я так говорю, что выиграть. Хотелось бы, конечно, приятно было выиграть. Ну, и ребята хотят выиграть это. Почему? Потому что они доказать тоже должны. Себе показать, во-первых, там, кого-то может присмотреть, если что-то приглосят там. То есть на такие соревнования всегда очень интересно ездить и увидят, как команда играет в Дальневосточном округе. Ну, и, наверное, опыта мы наберемся там, во-первых. И в техническом плане, и в тактическом плане, я думаю, ребята прибавят сразу. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что мы должны неплохо выступить. Но это, получается, все равно обмен опытом в любом случае. Обмен. Соревнования – это лучший опыт, это лучше любой тренировки. Вот там мы делаем все, выводы, все это самое. Да, я думаю, вот некоторые любители футбола, да, которые следят за вот именно нашим региональным футболом, наверное, удивились, да, вот. Что за Арктика? Что за Арктика, вот. И для них объясним. Вот раньше вот была команда «Молочный дождик», да, под руководством Владимира Никитича. Вот ребята побеждали Дальний Восток, вот на России вот занимали места, да. И потом вот мы знаем то, что ребята играли за молодежный состав футбольного клуба «Якутия». И потом команда называлась «Кешбери». И вот те же самые ребята сейчас будут выступать под названием «Арктика». Ну, по известным всем причинам. То есть нужно понимать, что это не совершенно новая, новообразовавшаяся команда, а это сплоченный коллектив, который работает уже много лет. Ну и все-таки давайте поговорим о самом мероприятии, да. Вот вы не ответили на вопрос, какова география участников? Вот сколько команд там ждет? Ну, там, значит, собирается семь команд. Это Благовещенск команда очень сильная. Они на Кубке, вот мы в Россию ездили, они там первыми стали. Вот СКА, Хабаровск, молодежка, очень хорошие, веселые ребята. Техничные такие, физически подготовленные, тактически правильно подготовленные. Луч, Владивосток, тоже молодежная команда. Ну, там они как, у них есть откуда взять ребят более-менее. Вот, значит, Сахалина команда, Ноглики будет, местная команда, Биробиджан. Ну, и вот мы седьмым, восьмая команда была, но Комсомольск-на-Муре, что-то отказались они. В Нейринге же еще будет? А, да, я еще извиняюсь, в Нейринге команда. То есть в республике две команды? Две команды от республики, да, принимать участие. Получается, участие принимают в этом соревновании все лидирующие города, вот именно Дальнего Востока. Да, у них же школа все-таки, Нейринге, республиканская футбольная школа, поэтому они, естественно, туда едут тоже поиграть, и ребят обкатать молодых. Все это, опыта набирается за счет этого. Да, ну и говоря о ребятах и опыте, да, вот у нас в студии вместе с Владимиром Никитичем подошли игроки команды Арктики, и у нас Эдуард Афанасьев и Дмитрий Покровщук вот будут представлять, ну, не только, да, вот столичную Арктику, но и республику все вместе с ребятами из Нейринге. Эдуард, мы знаем то, что вы присоединились к команде Владимира Никитича относительно недавно, вот расскажи о своем пути футбольном, как же ты начинал играть в игру номер один в мире? Да, ну я начинал футбол со второго класса, в селе Майя, в Мегино-Канглазском университете. Представитель Мегино-Канглазской школы? Да, там тренер Андрей Гаврилевич Слепцов, он меня натренировал, как воспитал, тоже как отец. Ну и после девятого класса я переехал в Нейринге, в футбольную школу, вместе с ними будем играть против них. Ну и после Нейринге, после одиннадцатого класса я сюда приехал в Якутск и команду. Пути сошлись, да? Да. Твой путь и команды Арктиком. Ну а у тебя есть опыт выездных соревнований? Ну да. Такого высокого масштаба? Ну я, как сказать, на третьем лиге играю уже где-то с одиннадцатого класса уже. Ну какой-то опыт уже имеется, играем уже, как сказать, в футбол. Что касаемо вот Дмитрия, да? Дмитрий, расскажи про свою вот карьеру футбола. Как ты пришел в футбол, со скольки лет и кто был твоим главным, ну в начале тренером? Ну всю мою жизнь меня тренировал один тренер, это Владимир Никитич, с самого детства. Был 2008 год, наверное, когда был... Седьмого начали? Ну я пришел в восьмом, я пришел в восьмом, когда был чемпионат Европы по футболу и наши с греками играли. На первый матч посмотрел, мне понравилось. И все вот с этого момента, уже сколько, 11 лет. Ну правда я уехал учиться в Иркутск, уже три года там учусь, там играю. Но когда летом приезжаю сюда или зимой, все время у Владимира Никитича продолжаю набираться опыта и все время чему-то учусь. Ну вот до эфира Владимир Никитич сказал, что Дмитрий у нас играет за его команду. Уже 11 лет, да, если посчитать? Да, 11 лет. Ну то есть до мозга костей, да, вот человек... Изучил меня. Практически, наверное, уже как член семьи, да? Да, 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 многие там ребята, они же остались. Конечно, конечно, они уже знают меня как отца. Безусловно. Ну а в целом вообще, если говорить о команде, о коллективе, который сегодня вот защищает, представляет цвета футбольного клуба «Арктика», вот сколько ребят под вашим началом Владимир Никитич занимается и что из себя представляет коллектив? Ну, у нас так занимается человек 18 ребят, там пришли некоторые новые, там, ну как, сравнительно, но они где-то здесь. А так в основном эти ребята, которые у меня были, они уже окрепли, естественно, здоровые, где-то под метр девяносто некоторые мальчишки, так, защитники. Ну, жалко, конечно, что вот мы не все едем туда, некоторые ребята не могут поехать, это двое, да? Двое, по-моему. Это вратарь у нас, где-то рост метр девяносто Валя Прокопенко, на работу устроился, он с армией пришел, и мы предложили работать. Не отпускает, да, вот я и так разговариваю, и так не отпускает. Ну, еще Вася Карбаканов, он, значит, поступает в ЕГУ и тоже не может с нами поехать. Вот сразу выпадает, а это я рассчитывал на них все-таки. Ну, игроки стартового состава? Ну, они, да, да, вратарь, конечно, уже опытный, его еще в свое время в Якутию одного из первых взяли, да, он там с ними готовился. Когда москвичи были здесь, тренера, его забрали туда первым, а потом уже Шишкин забрал еще шестерых или семерых, ребят, еще, вот уже Дима там, это все пошло, значит, ребята, да. Вот, и, а потом команда когда распалась, ну, что делать, мне разгонять ребят, столько лет вместе работаем, и вот я их так и держал. Да, слава богу, что, значит, пошли нам навстречу, во-первых, Даксун нам давали, Василий Иванович Егоров, без вопросов, все, и раздевалку дадал, оставил, давайте пусть и Гуляев, конечно, сказал, чтобы никуда команда не распоздалась, так будем держать, а там время покажет. Вот, и Туймаду нам дают, значит, стадион, без каких-либо денег, там все, пожалуйста, дали нам раздевалку, чтобы ребята, они же студенты, учатся, кто в лице, кто где, они приходят, оставляют все вещи там, тренировались там, что-то сполоснули, оставили, пошли, ну, более на легкие, значит. Тоже я большое спасибо, это Брызгалов Александру Васильевичу, ему тоже молодец, идет он на этой. Ну, и, конечно, самое главное, это как мы не отметим, который человек нам помогает. Он не богатый человек, нет, просто он любит это дело, и он находит копеечки это, и нам старается давать. Вот на кубок нас отправил, вот сейчас туда, да, денежку находит, там, ищем все, где как, где подешевле, где как, значит, ну, его тоже, Игнатьев Альберт Ефремович, я его тоже не могу, как, он человек, просто вот действительно фанат этого дела. Я не скажу, что у него очень много денег, нет, 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 ну, вот он все равно, вот это, как, я не могу, я говорю, мне жалко ребят, давайте все, поэтому всеми усилиями, усилиями, надо как-то помогать, и вот поэтому мы все держим, я их не бросаю, и они стараются от меня не уходить тоже, ну, так, вместе держимся, коллектив, как говорится, один у нас, один за всех, все за одного, так сказать. Несмотря на все реформы, вы все равно остались, да? Остались, все равно, мы все, никуда не уходим, я не говорю, что бы там ни было, деньги, не деньги, но я их не бросаю, ребят, и они меня тоже понимают. Ну, и мы знаем то, что вот как раз у нас сейчас идет видеоряд, да, вот, это, как я помню, был чемпионат города Якутска, и матч против Суизавта, тоже одного из лидирующего коллектива, и как раз мы видели голы Романа Кирина, да, вот, Владимир Никитич, Вот он побежал, да, он побежал, он видит, под 2 метра ростом, ну, как ей подобает, да, центрального защитника. Да, центральный защитник, да. И сейчас вот как раз у нас во всю идет чемпионат города Якутска, в связи с тем, что у вас выездные соревнования, вот, союз, футбольный союз города Якутска дал добро на то, что вы сыграли тур, запланированный тур раньше, И вот на днях сыграли с Полярником, тоже с известным коллективом, и одержали победу со счетом 3-1, и у вас остается сыграть два тура до конца чемпионата, и в данный момент вы делите первую лидирующую позицию вместе с Суизавтом, как раз таки, и по качеству пока уступаем, да. Ну, и какие вот амбиции на оставшиеся игры, вот, конечно же, задача побеждать, и, что самое интересное, вот, будет очная встреча с Суизавтом, да? Да, обязательно будет. Приглашаем вас. Приглашаем всех телезрителей посмотреть при возможности. И телезрителей, и все, болельщики. Организуем прямую трансляцию, и обещаем, что было бы здорово. Надо будет обязательно рекламу сделать. Да, да, да. Нет, чтобы народ, да, для болельщиков. А помимо Суизавта, с кем играем? Вот, два тура. Команда Рапид еще у нас. Рапид, да, да, да. Рапид команда. Так, хорошо. Ну, а осталось два тура, но это уже после Биробиджана. Ну, а в Биробиджане первая игра, когда у нас? 29-го, 18-30, по-моему, где-то так, после парада сразу. Парад открытия? С местной командой из Биробиджана. Биробиджана. Сразу, с хозяевами. С хозяевами, да, да. Тяжелая игра будет, конечно. Сразу вопрос решается полуфинала. Сразу. Одной игрой. А там вторая уже, может, ничего не дали. Выиграли, значит, мы, считай, уже прошли дальше. Ну, что ж, Владимир Никитич, ребята, большое спасибо, что нашли время и посетили нашу студию. Мы желаем вам удачи в выездных этих соревнованиях. Было бы очень здорово уже в скором времени встретиться опять-таки в этой студии, уже обсуждать победу вашу на этих дальневосточных соревнованиях. Ну, и, конечно же, мы желаем вам удачи в оставшихся двух турах чемпионата города Якутска по большому футболу. Ну, и напоминаем вам, дорогие телезрители, что у нас в гостях были главные тренеры и игроки футбольного клуба «Арктика», который вам известен так же, как и команда «Кэшбери», молодежный состав футбольного клуба «Якутия». И ребята вылетают на Дальний Восток, чтобы побеждать. Ну, что ж, дорогие телезрители, мы сейчас прерваемся на короткую рекламную паузу, после которой мы опять вернемся и будем уже говорить о легкой атлетике среди лиц спода. Оставайтесь с нами. Дальний Восток Старший тренер сборной республики «Саха-Якутия» по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Василий Аленов. А также члены нашей сборной – это Виктория Петрова и Саргалан Семенов. Ну, что ж, добрый вечер. В первую очередь, конечно, сразу поздравляем вас с результатами вашими, которые мы сейчас как раз-таки обсудим. Ну, сейчас в Чебоксарах идет чемпионат России по легкой атлетике среди здоровых спортсменов. И, как я понимаю, соревнования среди спорта «Пода» прошли перед стартом основного чемпионата. И, пожалуйста, Василий, с какими результатами вы вернулись в Якутск? Ну, наши соревнования проходили, как вы сказали, непосредственно перед чемпионатом России. Там уже все было готово, можно сказать, к этому чемпионату. И мы как бы протестировали этот стадион, получается. И в нашей республике приняло участие три спортсмена. Это у нас вот Виктория Петрова. Она у нас в чемпионате России среди женщин. В толкании ядра заняла первое место, стала чемпионкой России. Также Сарглан Семенов у нас участвовал как в первенстве России, так и в чемпионате России. В первенстве России он занял первое место в тройном прыжке. И второе место занял на 100 и 200 метров в беге. Также у нас с нами ездил Дмитрий Усов. Он в метании копья занял третье место. Ну, то есть все спортсмены показали отличный результат. Все с медалями, все с хорошими результатами. Отлично, ну, получается, три спортсмена выехали, а в предыдущие годы, если вспоминать, вот сколько человек обычно ездит, примерно такое количество, да, три. И каковы были результаты прошлых лет? Так, ну, если сравнивать с... Прошлым годом. Да, с прошлым годом. В прошлом году у нас ездило три спортсмена тоже. Гаврил Мигалкин, он занял в метании диска. Первое место в этом году он не смог поехать. Также у нас бегуны наши Леонид Душкевич и Александр Парняков. Вот, они заняли, там у нас Парняков занял первое на 5000 метров, Душкевич третье на 1500. Ну, то есть совершенно другие были, да, у нас? Да, да, да. Акцент ставили на другие виды спорта, а здесь у нас совершенно что-то новенькое. Но давайте поговорим вот с Викторией. Виктория, поздравляем тебя, первое место. Чемпионка у нас России стала, да, толканье ядра. Вот скажи, какие тебе эмоции на данный момент вот уже переполняют до сих пор или уже немножко все подутихло? Ну, сейчас уже подутихло. После соревнований у меня, ну, конечно, эмоции переполняли. Очень довольны результатами. Ты ожидала, что ты займешь именно первое место? Или все-таки сомнения были, конкуренция была серьезная? Ну, сначала сомнения были, но все равно. Хотела? Хотела? Должна. И получилось, да? Да, я думаю, стоит отметить то, что, если я не ошибаюсь, да, вот, Виктория, вы также вот праздновали золотой успех на прошедших седьмых спортивных играх народов Республики Сахай-Куте в Амгинском Улусе. В этом году впервые в программы игр были включены адаптивные виды спорта, и Виктория здорово себя вновь показала. Череда побед, да, победа в Амгинском Улусе и теперь уже победа на чемпионате России, да? Что будет дальше? Вот это очень интересно. Кстати, говоря об этом, каков статус от чемпионата, вот, именно отборочный, предотборочный, вот, какова ситуация в этом плане? Этот чемпионат несет предотборочный статус. Окончательный список на Паралимпийские игры 2020 года будет уже в чемпионате следующего года, в июле или в мае месяце. Скорее всего, будет пораньше, чтобы определиться с полным составом. Вот, для того, чтобы попасть в состав сборной на Паралимпийские игры, значит, российским спортсменам сейчас до прошлого года был допуск запрещен, как и легкоатлетам, да, здоровым. И очень большое количество требований требует Международный Паралимпийский комитет, это быть обязательно в пуле ВАДа, Всемирное антидопинговое агентство. Это значит, уже должны были, спортсмен должен иметь две допинг-пробы, внесоревновательные и соревновательные. Также по российским критериям он должен быть действующим чемпионом России, также выполнить норматив на участие в Паралимпийских играх и быть в топ-4 мирового рейтинга. Ну, то есть серьезные требования, но, тем не менее, можно смело говорить о том, что Виктория сделала заявку на первые шаги, чтобы попасть в зону. Это мы уже смело можем сказать. Ну, вот о пуле тестирования, да, вот то, что есть у нас проблема, а такая проблема, что все прекрасно знают, да, то, что Российская Федерация легкой атлетики испытывает трудности в этом плане. И вот, Василий, вы говорили о том, что такое находиться в пуле тестирования. То есть, давайте подытожим, да, то есть два допинг-теста, нужно быть действующим чемпионом своей страны. И также в топ-4 мирового рейтинга, то есть именно по результатам. По результатам, которые вы показали на чемпионате России. У нас в этом плане пока все отлично идет, да, в случае с Викторией? Ну, в случае с Викторией мы для первого старта очень хороший результат, я считаю. Она первый год занимается, да, после Амгинских игр я ее пригласил принять участие в чемпионате России. И она этим результатом, который она показала вот на этом чемпионате, предварительно она входит в восьмерку. То есть шанс есть у нас, да? Да, до следующего года у нас есть время. Еще подготовиться. Потом таскаться, да. Там разница лидеров не очень большая. Так что, как бы, в спорте надежда умирает. Ну, в спорте все возможно. За это и мы любим спорт. Ну, давайте поговорим про Саргалана. В студии Саргалан, вот, хотелось бы сразу спросить у Саргалана. Саргалан, сколько тебе лет? 20. 20 полных лет Саргалан сначала выиграл первенство России. Сначала кубок России. Сначала кубок, потом первенство, да? И потом уже в чемпионате, то есть среди уже взрослых спортсменов занимает четвертое место. Я думаю, каждый телезритель согласится с нами, что это просто замечательный результат среди взрослых. Да, вот вчерашний победитель первенства уже занимает четвертое место. Хороший результат. Ну, поделись, пожалуйста, своими впечатлениями от выступления на этих соревнованиях. Да, там в Чебоксарах было очень трудно победить, очень высокие, я сам, ну, как сказать. Высокого класса спортсмены. Да. Да, Саргалан, получается, это был же твой дебют, да, среди взрослых спортсменов. Первое официальное соревнование. И вот так триумфально себе заявил, да? Да, серьезная заявка, и вот о разнице, да, вот, насколько велика разница соревноваться в своей возрастной категории и вот со взрослыми. Да, было очень трудно. Ну, это, я раньше их видел, просто они соревновались, ну, на кубке, а потом я сам с ними соревновался. Ну, конкуренция большая. Большая. А вообще, сколько лет ты занимаешься спортом вообще, вот, с самого детства или, вот, там, допустим, уже, наверное, когда в юности стал, или прям с детства тебя? Ну, с детства спортом занимался, но в легкой атлетике я год ровно, да? Да вы что, и тоже год всего лишь, да? Вот такие результаты, да? Ну, очень интересно. А другими видами спорта вот занимаетесь, вот, начнем с Арглана. Ну, раньше занимался, да, футболом. Футболом, вот как раз футболисты до вас были. Да. А что касаемо Виктории? Ну, я сейчас занимаюсь волейболом сидя, параллельно, являюсь капитаном команды Ангинского буса. О, молодец какая, да? А на прошедших играх первое место. Первое место. Первое место. Первое место. Ну, у нее в копилке все первые места, и первые места даже можно и не спрашивать, да? Все, что не спросил, все первое место. Ну, Василий, все-таки наши ребята выступили достойно, да, и мы, конечно, сейчас переживаем за Викторию, да, надеемся все-таки, что мы попадем, да, на Олимпиаду. А что вообще касаемо развития вот именно легкой атлетики среди спортсменов, да, с поражением упорно-двигательного аппарата? Вообще, насколько вот у нас динамика, да, сейчас мы знаем, что большой акцент сейчас делается, да, поддержка есть со стороны правительства, да. И вот насколько сейчас стало, наверное, популярно заниматься вот ребятам спортом, да, именно у тех, у кого вот есть такие проблемы? Ну, очень большой толчок сейчас дало включение в программу амбинских игр адаптивных видов спорта, да, потому что со включением в программу адаптивных видов спорта спорткомитеты районов, улусов, да, наши спортсмены уже дают очки, так и как же, как и здоровые спортсмены, поэтому, хочешь не хочешь, им нужны были наши спортсмены. До этого, например, наши, мы спартакиаду, там, инвалидов у себя проводили свою, и как бы такого большого внимания не было. То есть, ну, поучаствовали, поучаствовали, молодцы, и забыли. А здесь уже они герои своих улусов, они уже представляют свой улус, и вообще, хотелось бы, пользуясь случаем, да, поблагодарить всех, кто причастен к адаптивному спорту нашей республики, да, это же, конечно же, наш республиканский центр адаптивной физической культуры и спорта, Федерация по адаптивным видам спорта Николай Николаевич Дегтярев. Также, очень хорошо адаптивный спорт сейчас развился в Амгинском улусе, там у нас работает детская и юношеская спортивная школа имени Сахача Нюргун Валерьевич Иванов и его жена Эмилия Эдуардовна. Они вот очень хорошо Викторию поддержали, также председатель Всероссийского общества инвалидов, да, у нас, Маргарита Николаевна Лазарева, тоже они, с их помощью вообще Виктория вот у нас поднялась, сейчас мы выходим на новый уровень. И также у нас вот в Усть-Алданском улусе тоже очень хорошо Саргалана поддерживают, и следующие игры будут в Барагонцах, и мы уверяем их, что сам Саргалан выиграет и принесет родному улусу золотые медали. Как приятно, да, когда вот целый район улус, да, болеет за тебя и помогает не просто словом, но и делом, правильно? Да, конечно. Ну и стоит отметить, что в Амгинском улусе построен специальный центр для адаптивных видов спорта, что безусловно даст еще больший толчок от Виктории. Они уже очень хорошо заявили о себе, вот Нюргун Валерьевич Иванов и Эмилия Эдуардовна, они сейчас над этим работают, и надеемся, что дальше будем платформу сотрудничать. Ну что, спасибо большое, что посетили наш эфир сегодня. Ребята, еще раз принимайте поздравления от нас. Ну и, конечно, вся республика гордится вами, и дай бог, что это не последние ваши медали. Всего вам самое наилучшее, а главное – здоровье. Ну а мы сейчас уходим на рекламную паузу, оставайтесь с нами. Сразу после этого мы вернемся в эфир. Ребята, еще раз добрый вечер. Мы продолжаем прямой эфир программы «Спортклуб». В студии по-прежнему работают власти Сергеев и Дарья Анкехова. Третий блок нашего сегодняшнего эфира будет посвящен альпинизму, ведь у нас на территории республики действует Федерация альпинизма и скалолазания. Будем говорить о ее деятельности и о ее результатах. Ну и мы пригласили в студию для этого разговора. Следующих гостей с большим удовольствием представляем их. У нас в студии заместитель президента Федерации альпинизма и скалолазания Республики Саха-Якутия Александр Спиридонов. А также уважаемые гости – это Виталий Струк, он является альпинистом. И Аграфена Бравина, она является участницей тренировочно-учебной сборной «Апродита». Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и первый вопрос, конечно, будет к Александру. Александр, вы не впервые в нашей студии, и мы частенько приглашаем вас к нам в гости, чтобы вы рассказали о деятельности вообще Федерации. Но для тех, кто, возможно, впервые находится у экранов телевизора на данный момент, вот расскажите, как давно появилась Федерация, и вот чего мы достигли на сегодняшний день? Ну, Федерация была образована в 2015 году, и спустя полгода была аккредитована, получила государственную аккредитацию. На сегодня мы выполнили несколько экспедиций в горные районы, в том числе две организованные экспедиции. Одну на гору Победы, это Бордахский массив в Мумском, Алусе, а вторая была проведена вот недавно, чуть меньше месяца тому назад. Обе эти экспедиции были примечательны тем, что они были проведены именно в нашей республике. В нашей республике, оказалось, есть горные районы, доступные районы, в которых можно заниматься альпинизмом, можно обучаться, получать спортивные разряды, повышать свой уровень мастерства, а также обучать новичков. В этом году мы впервые также провели курсы по альпинизму, получили очень хорошие результаты. И в целом мы надеемся, что горные виды спорта, экстремальный туризм, он будет развиваться и дальше. И это был очень хороший опыт, тот, который мы получили на Афродите. Если так подумать, федерация у нас относительно молодая, в 2015 году получили официально, мы, получается, зарегистрировались в реестре и получили возможность давать звание. Если говорить о календарном плане, насколько он насыщен и какого рода мероприятия запланированы? Календарный план у нас состоит не только из наших учебно-тренировочных сборов по альпинизму, мы еще федерация скалолазания, мы проводим республиканские городские соревнования, чемпионаты среди взрослых, выездные соревнования, первенства по скалолазанию среди детей города Якутска, среди детей и юных скалолазов, молодежи нашей республики. У нас в двух районах республики сейчас есть также скалодромы, это в городе Нерингре, это в Уснере. Мы надеемся, что когда-нибудь наш спорт, горные виды спорта, экстремальный туризм, вообще спортивный туризм будет развит в Якутии. И у нас очень привлекательный район в этом плане, очень интересный для туристов с мировым именем, это показало и приезд альпиниста Симона Мора, и скалолаза Килина Фишхубера, это люди с мировым именем, которые являются абсолютными авторитетами в данных видах спорта, скалолазания, альпинизма, и все они приезжали в республику, имея очень большой интерес к этому. В следующем месяце мы также ждем сборную Франции по альпинизму. В общем, у нас очень насыщенный график, мы надеемся, что будем работать, развиваться и приходить к вам в суде еще не один раз. Отлично, мы всегда будем рады. Конечно, да. Я думаю, люди, телезрители, которые постоянно смотрят нашу передачу, прекрасно помнят, как это в прошлом году было, или два года назад, когда Симона Мора также приходил, итальянский, да, вот... Делился своим впечатлением. Специалист, да, мастер, и тоже в нашей студии он делился своим опытом. Ну, а если говоря, вот мы говорим о том, что учебно-тренировочные сборы прошли, вот рядом с Суснерой, да, и у нас как раз участница этих тренировочно-учебных сборов, Аграфена Бравина. Аграфена, расскажите, пожалуйста, вот как прошли эти тренировочные сборы, и что входило в программу? Вот в июне этого года я впервые участвовала в учебно-тренировочных сборах, которые устроила федерация. Длились сборы три недели. Под руководством трех красноярских альпинистов мы прошли четыре технических маршрута, обследовали перспективные стеновые восхождения. И по итогам я могу сказать то, что район оказался довольно перспективным, всем очень понравился. Лагерь находится не так далеко от поселка Уснера, всего в 12 километрах пешком можно дойти до него. Программа была довольно насыщена, ежедневно мы чем-то занимались. Первые дни у нас проходили теоретические занятия, скальные, занятия на снегу, льду. И после прохождения всей этой теоретической части мы пошли уже на маршруты. Прошли четыре маршрута базовых, получается. А сколько всего участников было примерно? Около 20 человек. То есть большая команда, да? Да, 20 человек. И все прошли, все 20 человек прошли четыре маршрута? Нет, там разделились на две группы. По уровню сложности маршрута, видимо, да? Да, да. Некоторые прошли чуть меньше маршрутов, а вторая группа прошла четыре маршрута технических. Что еще рассказать? Аграфина, вы сказали, что вы впервые принимали участие в подобной экспедиции. То есть до этого у вас опыта не было в альпинизме? Нет, набор вообще группы состоялся в феврале этого года. У нас были занятия на базе скалодрома второй школы, также выезды ледовые в район Махсагалоха и также скальные выезды на Иванку. То есть, а вообще, если взять вот именно в таком временном промежутке, сколько времени вы занимаетесь альпинизмом? Вы просто говорите, владеете всеми терминами, такое ощущение, что вы уже там, я не знаю, десятки лет занимаетесь. Нет, вообще я начала, собственно, с февраля этого года, примерно полгода. А можно ли принять участие в подобной экспедиции, если навыков нет? Вы же говорите, что начинаете с теоретической занятий, да? Можно ли приехать, не владея специальными навыками? Да, вообще есть много коммерческих экспедиций, которые проводят. Ну, здесь, в Якутии, выезд довольно сложен к горам. И в составе спортивных восхождений это намного интереснее и безопаснее. Да, ну вот мы говорим о том, что можно, да, принимать в коммерческих таких экспедициях, новичкам, да? Да. Ну вот у нас в гостях также и опытный мастер своего дела. Виталий, пожалуйста, расскажите вот именно вот о наших горах, да, которые можно покорять, которые интересно покорять, по вашему мнению. Вот какие районы вы выделили бы в этом плане? Знаете, ну, может быть, это смешно, но не совсем смешно с точки зрения... В Якутии я почти что-то не ходил. Это человек, который знает, что такое экстремальный туризм, но не на территории Якутии, а человек, который покорил вершины таких, наверное, легенд, да, как Монблан, мы знаем, да? Нет, Монблан это, на самом деле, не самое высокое. Мы были на Денале, это Аляска, и были в Южной Америке, были в Гималаях. У нас была попытка восхождения в 2015 году на Монблан, но землетрясение, мы чуть-чуть не поднялись до вершины, кажется, это было... экспедицию закрыли. Недавно вы были в Чили, мы знаем, да, еще? Да, это было самое высокое восхождение, самый высокий вулкан вообще в мире, Охас Дель-Салада. А высота? Да, 6 792 метра. Больше 6 километров? Да, заставки, это у нас Денале, наше восхождение было экстремальное, холодно. А вы здесь все-таки с энтузиастами из Якутии или... Да, это все якутяне, это не югуринцы. Роман Щегельняк, Игорь Ледов, Андрей Карасев. То есть действительно экстремальные условия, да, вот он, экстремальный туризм. А каковы масштабы, да, и вот насколько вот сложно вот готовиться к таким восхождениям? Ну, таким восхождением, на самом деле, нужно готовиться очень серьезно. Да, тренажерные залы обязательно, плавательный бассейн, ну и физическая подготовка, на самом деле, потому что ты несешь на себе, кроме всего, видели там весь рюкзак, килограмм 25, еще в санках у тебя, вот это с Денале связано, где-то килограмм 15, еще в санках ты везешь. Ну и подниматься еще нужно. Подготовка серьезная, да? Виталий, ну вы занимаетесь экстремальным туризмом, ну, примерно с 80-х годов, да? Да, если взять, там, 1983-го, если не ошибаюсь, да? Да, с 82-го года, когда я еще жил в Крыму, а там занялся скалолазанием, потом, переехав уже в Якутию, жил в Нерингре, мы там занимались в Туркубе-высотник. Ну, то есть, тогда это было все так больше, ну, на своем личном, да, каком-то желании, и не было таких вот федераций, не было, да? Вот с появлением федерации сейчас как-то изменилось, вот, ваш, может быть, календарный план, может быть, вы стали как-то больше у вас выездов теперь, может, обучаете уже кого-то? Ну, знаете, как раз вот, к Александру, смотрите, говорю, я занимаюсь не только коммерцией, коммерческие туризмы, это условно название, потому что, говорю, если человек не подготовлен, он не может подняться на высокую вершину, потому что это нужно кислородное голодание, гипоксия и всякое прочее, и человек не знает, как с собой складать. На Монблан, может быть, можно подняться с гидом, на тот же самый Эльбрус, это уже 5 642 метра, многие говорят, что это очень легко, поднимают, хотят подняться, но очень много гибнет, на самом деле, вы же читаете. Точно так же, вот, в этом году очень много было такая фотография и видео, когда на Эверест была очередь, наверное, все видели эти фотографии, да, это на самом деле, ну, в этой очереди погибло 4 человека. В очереди? В очереди. То есть, все-таки, нужно к этому подходить грамотнее, нужно серьезно к этому подходить, потому что экстремальный туризм, это все-таки вам не шуточки, да, и, конечно, лучше обучаться в школах специально. Да, необходимо много обучаться, необходимо, как Виталий правильно сказал, ходить в тренажерные залы, много кардиотренировок, желательно знать какие-то технические, ну, работа со снаряжением и так далее, чтобы была физическая подготовка. И, конечно, нужно желательно посещать скалодромы. И в этом плане, конечно, вот, ну, наличие федерации, наличие календарного плана, наличие какого-то системного подхода к развитию спорта, к развитию туризма. Это, ну, игра очень хорошая такая, ну, и с образовательной точки зрения, и с точки зрения безопасности, очень хорошее значение. И вот Виталий, конечно, он по мере возможности, он принимает участие также в подготовительном процессе, обучает тоже новичков, именно вот желающих заняться высотным альпинизмом. То есть у нас есть те люди, с которых можно брать пример, и у нас есть люди, которых можно обучать, да? Да, в этой связи я хотел бы поблагодарить управление образования, которое помогает нам растить школьников и также заниматься туризмом. Большое спасибо. Отлично. Ну что, мы благодарим вас за то, что посетили наш эфир, но сразу после короткой рекламной паузы мы продолжим говорить про экстремальный туризм. Итак, мы продолжаем прямой эфир программы «Спортклуб», и хотелось бы посвятить его также экстремальному туризму. Да, мы продолжаем говорить о экстремальном туризме, ведь есть замечательный повод со 2 по 4 августа у нас в местности Иланка пройдет уже пятый по счету фестиваль экстремальных видов спорта «Иланка-2019». Ну и, как вы уже догадались, наверное, дорогие друзья, мы пригласили в студию организаторов этого замечательного мероприятия. С большим удовольствием представляем вам Григория Дегтярева и Анастасию Верховцеву, которые вот взяли на себя, на свои плечи обязанности организаторов «Иланки-2019». Ну что ж, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Ну что ж, ребята, в пятый раз уже юбилейный будет фестиваль. Конечно, для всех любителей экстремального туризма прям люди ждут этого события, все уже готовят снаряжение. Ну и, конечно, вот немножечко расскажите о программе, конечно. Всех интересует, какая же будет программа в этом году? Ну, программа, короче, да, объясните, в пятницу вечера мы выезжаем из Якутска на автобусах. Команд у нас 9, также 9 автобусов, все с организаторами вместе выезжаем. К ночи мы будем там, в субботу вся программа развлекательная и спортивная. И в воскресенье уже обратно, также вечером. Ну вот если говорить именно о спортивной программе, вот мы в рамках цикла передач, да, вот ТВ-спорт освещали, также в нашей студии, вот в рамках эфира спортклуб собирались, не раз, да, по поводу именно Иланки. Мы знаем, что это очень интересное комплексное соревнование, которое включает в себя очень много дисциплин. 7 этапов в этом году. 7 этапов, и что за будут этапы? Начинаем с чего, продолжаем и так далее. Начинаем, я не могу сказать ровно, что начнется, но будет скалолазание, трейл ранинг. Сапсерфинг. Это новый вид у нас в этом году. А, сапсерфинг включили в этом году, да? Да, у нас новый этап, это сапсерфинг, наверное, это в Якутске в этом году впервые. И наши партнеры с удовольствием решили принять тоже участие. Я думаю, что все участники оценят. Будут также катамараны. Традиционные. Да, стрельба из лука, пулевая стрельба. Стрельба из лука вроде тоже новая дисциплина, да? Нет, она была. А в прошлом году уже была, да? В позапрошлом тоже была. В позапрошлом тоже. Вроде 7 же я назвала. Да, если не ошибаюсь, уже 7 было озвучено. Ребята, ну для тех, кто, возможно, не слышал еще о таком фестивале, давайте напомним о том, что это не среди профессиональных спортсменов соревнований, это среди любителей. То есть ребята приезжают, создают команду и могут принять участие вот в различных дисциплинах, да, посоревноваться. Но есть отличительный момент, что не обязательно приезжать с готовой сформировавшейся командой, можно сформировать команду прямо там на месте, верно? Ну немного не так. У нас сначала сейчас идет продажа билетов, и мы сразу же сформируем команды. Да, мы их уже знакомим, знакомимся, объясняем им, что взять с собой, и как вообще будет проходить сам фестиваль. Ну а если же все-таки я вдруг в четверг решу, что я хочу в пятницу принять участие, и что же делать-то? Я туда добраться-то доберусь, но меня куда-нибудь-то пристроить. Да, скорее всего, да, но тем не менее у нас ограничено количество билетов. И с каждым годом у нас все желательно все больше, и даже чувствуем, что билетов как будто не хватает. Да, но скоро объявят все равно 100 билетов, потому что лимит есть, и поэтому даже если вы решите в четверг поехать, если не будет билетов, то это, увы, не сможет. Как зритель хотя бы, да, будет стоять и бегать за всеми спортсменами и наблюдать, да? Ну вот, но в итоге вы можете поехать и один, без друзей, там, вас все равно там с кем-то познакомят, и так далее, наоборот, новые знакомства. А есть люди, которые ездят, там, команды, 10 человек. 10 человек, и не в первый год, и это радует. Я уже представил такую картину, то, что в пятницу Даша приезжает на Иванку, да? Возьмите меня куда-нибудь, да? Возьмите в команду, есть место свободное, да? Ну хорошо, в данный момент у нас 9 команд, и в принципе, в принципе, у нас заявки, ну, могут, да, вот в день соревновательный, одну команду добавить, ну, теоретически. Теоретически, да? Да, да, теоретически. Это как получится. Хорошо, по поводу снаряжения, что должен иметь участник фестиваля? Обязательно ли полностью все снаряжение, или вы предоставляете? Снаряжение мы все предоставляем, но в любом случае, во-первых, участник должен иметь свой рюкзак, чтобы все это понести, спальный мешок, палатку, каремат, коврик, на котором можно спать, посуду свою, ну, и средства личной гигиены. И хорошее настроение. Да, да, это самое главное. Питание мы предоставляем, транспорт, питание и снаряжение полностью. И вся программа от нас. Вам главное прийти со спальни. Ну, мы знаем, что у вас еще потрясающая программа вечерняя, там, помимо спортивных состязаний, еще вот эта та атмосфера фестиваля Еланка, это вечерние. Да, много конкурсов. Какие вот конкурсы в этом году заупланированы? Ну, основной конкурс – это конкурс команд. Все же команды соревнуются, и там несколько вот этих подразделений, вот это же спортивное. Как они организуют свой лагерь, украсят его и так далее. Все это будет входить в расчет. Также представление команд. Визитки, да? Да, визитки. Вот вечером будут все выступать, там, с музыкальным номером и так далее. Это у всех, ну, нет определенного песни или танца, у всех своя фантазия. Мы знаем то, что некоторые участники команды уже начали готовиться. Уже песни пишут. Да. Танцы репетируют, отлично. Ну, а вообще, ребят, вот каждый год вы стараетесь же внести в программу что-то новое, да? Вот в этом году сапсерфинг, да? А помимо этого, вот еще есть какие-то нововведения именно? Ну, в целом программа одна и та же, потому что все равно мы хотим именно экстремальные виды. Их, в принципе, в Якутске, наверное, не так много. Ну, и самое основное, это у нас все-таки скалолазание. Нынче у нас, сколько у нас трасс? Вообще трасс. Вообще трасс больше 20. 20. Но они по сложности очень сложные. То есть для новичков нам немножко выделили специально, чтобы им было не так тяжело. Да, и тут стоит отметить то, что полазать, да, смогут не только участники соревнований, но также, вот, как я знаю, обычно у вас проводились мастер-классы, да? То есть любой желающий с билетом может подойти. А помимо скалолазания какие-нибудь мастер-классы еще будут? Ну, вот по всем этим видам, да, можно будет попробовать. То есть можно и на сапсерфинге попробовать. Да, будет свободная по выбору попроситься. Даже я сама в прошлом году попробовала из лука пострелять, например. Время свободное появилось. А лук спортивный или национальный класс? По-моему, он был спортивный. И был еще какой-то, я не знаю, какой. Ну, да, несколько видов. Ну, то есть блочный, там, ну, и на спортивный, вот, и спортивного лука пострелять, да, отлично. Возможность есть попробовать. Вот, и всему научат. А очень интересный факт, то, что вот включен в этом году, именно в этом году, да, сапсерфинг, ведь, как я знаю, в скором времени он будет включен в программу Олимпийских игр. Да. Связано ли это с тем, что у нас появился сапсерфинг в Якутске, начнем с этого. Совсем недавно они были у нас на эфире, и мы это обсуждали. А мне вот очень интересно, как же вот серфинг, будут проходить соревнования по серфингу, как это будет выглядеть? Ну, там будет по времени, и дистанции будем определять по времени, кто быстрее запустили. Ага, ну, то есть вот я сажусь, и вот одним веслом, и, да, получается, до буйка, обратно. Конечно же, многие телезрители сейчас думают, ну, ага, полезла я там на скалу, да, потом слезла на сапсерфинг, там. Что касаемо вот безопасности, вот это, наверное, самое главное, когда говоришь про экстремальный туризм для неопытных спортсменов или вообще просто новичков, безопасность. Обеспечивается ли медикаменты, все ли будет у нас там надежно? Да, конечно, все это будет. Во-первых, ну, у нас есть, будет врач, который будет, если что, в случае поможет. Все участники и организаторы тоже проходят инструктаж, как, что делать, при каких обстоятельствах, ну, проговариваются. Также у нас будут спасатели, и, ну, я думаю, что на сегодняшний день ничего не случится. У меня никого не оставят, да, все будет нормально. Замечательно. Да, вот я знаю то, что вот разбивается палаточный городок, да, лагерь, я знаю то, что обычно вы вот ограждаете территорию, и на этой территории вот действуют ваши правила, техника безопасности. Да, да. В этом году насколько вот велика будет эта территория? Территория остается такой же. В принципе, это на горе основной лагерь, и внизу у нас вот на реке и скалы. Да, просто в это время нельзя приехать кому-то, кто без билета, например. То есть, а скажите, что по погоде-то ожидается у нас? Ну, судя по прошлогодним фестивалям, у нас погода везет, и надеемся, что в этом году так же повезет. Отлично. Ну, жаркие деньки, надеемся, будут, да, ведь, наверное, приятнее будет. Тенденция, по крайней мере, наблюдается... Надеюсь, юбилейный фестиваль. ...положительный, да, не исключение. Хорошо, ну что ж, вот уже пятый по счету фестивалю грядет, и есть какие-нибудь планы в дальнейшем? Вот будем проводить шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый? Ну да, мы надеемся, планируем продолжать это дело, и думаем, что будем каждый год формат менять, да, все-таки. В какую сторону, вот, может, идеи какие-то уже есть? Ну, пока не хочется об этом говорить. Пока не готовы проносить. Ну, чтобы не сглазить, да. Ну, в сторону скалолазания, конечно же. Чтобы больше скалолазания, больше скал, больше лазания. Все-таки наша федерация, это основная деятельность. Федерация альпинизма и скалолазания. Ребята, а вы сами принимали участие? Вот вы сейчас выступаете в качестве организаторов. У вас был опыт именно как вот того самого спортсмена лазить там и так далее? Я два феста, первые два феста я была участником. Потом меня переманили к себе, конечно же. Поэтому я теперь в этой секте так скажу. А раньше была, да, в первых двух фестивалях? Да, как участник принимала участие. И как, что тебе далось наиболее сложнее в то время, и что далось легче? Я помню катамаран. Против течения мы там плыли, и это мне было очень тяжело. Очень тяжело, да. А в принципе, в принципе, все было нормально, да, все легко. А у Григория? У меня такой, как его, опыта нету. Я с первого фестиваля являюсь организатором, да. А почему не участвуете, побаиваетесь, наверное, только можете с берега наблюдать за всем, да? Да нет. Ну, как организаторам будет ответственность, и хочется поделиться своим увлечением, своим любовью и скалолазанием. Да, я знаю многих организаторов, которые думают, лучше бы быть участником, там такие призы, там что-то новое. Конечно, необходимо отметить, что призовой фонд будет так же, да, это же не просто у вас на, так знаешь, любительский вариант. Все-таки и призы будут достойные, и каждый год у вас все больше и больше увлеченных людей, спонсоров и так далее вас поддерживают. Правильно? И пользуясь случаем хочу попросить, ну, как, приглашаю всех желающих принять активное участие в нашем активном летнем фестивале. Хорошо, проанонсируем напоследок выезд 2-го числа, разбиваем лагерь, соревновательный день начинается, продолжается на следующий день, и 4-го возвращаемся обратно. Да, можно быть и участником, ну, а можно приехать и как зрители, просто провести с пользой свои выходные, тем более последние жаркие деньки. Да, дорогие друзья, напоминаем вам о том, что у нас в гостях были организаторы уже 5-го по счету фестиваля экстремальных видов спорта «Иланка-2019». В этом году, как всегда, программа обещает быть очень интересной и жаркой. Со 2-го по 4-го августа все едем на «Иланку», ну, а мы, в свою очередь, постараемся, да, вот тоже так же там работать и показать в эфире, как же проходила «Иланка». Ну что ж, дорогие телезрители, мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok